На этих кадрах тестовый полет турецкого беспилотника «Байрактар» Кизиленма, что в переводе «Красное яблоко». На сегодняшний день это флагманский проект турецкой оборонки, и именно этот аппарат должен стать основой морской авиации турецкого флота. Реактивный сверхзвуковой малоприметный палубный беспилотник на бумаге представили в августе 2021 года. В сентябре 2022 экспонировали на технической выставке. И вот компания-производитель сообщила об успешно проведенном втором тестовом полете в центре летной подготовки в городе Чарлу. Поздравляем нашу нацию, нашу землю с успешными испытаниями. Сверхзвуковой беспилотник-истребитель должен полностью заменить истребители пятого поколения. Так называемое «Красное яблоко» тяжело обнаруживается радарами ПВО противника. Он предназначается для стратегических атак врага. Максимальный взлетный вес этого фактически самолета – 6 тонн. Переносить он может любые бомбы и ракеты до полутора тонн. Его максимальная скорость – 900 км в час, а работать на высоте до 11 км он может в течение 5-6 часов. Самая важная особенность новой разработки в том, что она может взлетать с короткого рывка даже с корабля и садиться также. Интересно, что в новой модели применена новая система управления, которая позволяет пилотировать сразу несколько дронов. И то, что сердце для турецких птичек – украинское. Двигатели производятся на одном из запорожских предприятий. Наш двигатель, наверное, по парильским свойствам один из самых лучших в мире. Он экономичный, имеет малый вес и большую высотность. Поэтому он полностью соответствует мировому уровню. При этом полностью изготовлен с украинских комплектующих. Здесь все полностью украинские агрегаты, поэтому и все составные части двигателя локализованы в Украине. Это также накладывает меньше разрешительных мер для того, чтобы этот двигатель экспортировать в Турцию. Известно, что проект, в рамках которого создается ударный беспилотник, предусматривает разработку сразу двух версий боевого самолета. А для реализации своих планов компания «Вайкар» присматривала земли в Киевской области, чтобы построить новый завод.